Время выбрало нас. Именно так считают те, кому оказано высокое доверие представлять пинчан на главном конституционном и поистине историческом форуме пятилетия 7-м Всебелорусском народном собрании. Сегодня делегаты от пинских общественных организаций и объединений, партий, представители народа и власти получили высокий статус членов высшего органа государственной власти, ответственных за судьбу страны и реализацию принятых на 7-м Всебелорусском народном собрании документов. Как подчеркивал в своих выступлениях президент страны, председатель Народного веча Александр Лукашенко, задача делегатов включить общество в политический дискурс. Сегодня делегаты делятся своими впечатлениями и мнениями с нашими телезрителями пинчанами, интересы которых они представляют в высшем органе народовластия. Всебелорусское народное собрание, как такой стабилизатор общества, чтобы не было, как и президент отметил, колебаний в лево-право, потому что любое решение, с которым связано развитие страны, оно будет детально взвешиваться, решаться при большом количестве делегатов, уважаемых людей, избранных от всех регионов. Мы тоже чувствуем себя причастны к тем решениям, которые приняты задачей Всебелорусского собрания, обеспечивая стабильность развития общества, чтобы не было никаких конфликтов между ветвями власти, чтобы не было каких-то решений в будущем, которые мешали, дестабилизировали обстановку. Приятно то, что это собрание возглавил президент, с которым вместе, говорит, белорусский народ создал это государство и вместе, говорит, дальше будут продвигать. Сегодня у нас такое положение, такое положение в международном плане, что вопрос стоит мира и войны. И поэтому 7-е Всебелорусское собрание мы собрались до того, чтобы решить о войне и мире, чтобы не было войны. Чтобы, если не будет войны, то мы уверены, и я уверен, и Александр Горьевич выступает и сказал, мы достигнем еще больших скачок, сделаем вперед по экономическим вопросам. А вот политическая система, и нам, мы приняли вчера на первый день Всебелорусского собрания концепцию национальной безопасности, чтобы народ это прочитал. В газете будет, я сейчас не взял брошюрку, и, значит, военную доктрину. Если мы добьемся своим трудом, последним трудом, Александр Горьевич говорит, на своем месте каждый будет делать свое дело, он будет вкладывать именно в нашу государственную безопасность. Во-первых, это огромное уважение к нашему президенту, гордость за наш народ, за нашу Беларусь, за нашу нацию, что мы имеем такого руководителя, такого лидера, который на протяжении 30 лет нашу маленькую, всеми любимую нами республику ведет правильным путем. И его выступление в первом рабочем дне было проникнуто огромной ответственностью и любовью к своей стране. Он тот, кто вышел из народа, кто знает все чаяния. Мне, как представителю белорусской нации с определенным стажем работы, с определенным опытом жизни, было все понятно и доступно, потому что эти 30 лет мы шли рядом. Основные задачи, которые поставил перед нами президент и теперь председатель Всебелорусского народного собрания, это объединение консолидации и движение вперед. Мы будем работать во благо укрепления нашей страны и чтобы все увидели, что мы дружны. Нас, кто ценит свою страну, любит свою страну, уважительно относится и с глубокой гордостью к своему президенту, нас 99,9%. Седьмое Всебелорусское народное собрание – народные вещи, и вы поймите, что это правильно. Все регионы, все объединить – это так разумно и так неординарно. И, наверное, это самый яркий опыт в политическом жизни вообще землян – объединить всех вместе. Мы там были вместе, президент напротив нас. Рядом сидела доярка, кто-то сидел весь в орденах. И это осознание того, что действительно это Всебелорусское народное вече. Мы, как сказал президент, не будем кидать шапки, там колья вверх. Мы будем каждый своим трудом доказывать, что время выбрало нас. Мы с вами со вчерашнего дня должны осознать право и обязанность каждого белоруса – это трудиться и бесконечно любить свою родину. Мне выпала высокая честь, высокая ответственность принимать участие в решении глобальных вопросов, которые будут касаться не только каждого человека, но также и нашей страны, как в тактическом, на местном уровне, так и непосредственно в перспективе и в стратегии. Я понимаю, что мне оказана великая честь, и поэтому мой голос не будет звучать как эго, а он непосредственно будет в себе сочетать ожидания непосредственно людей, которые мне доверили, которые поверили в меня, которые верят в мой потенциал, в мою компетентность, в мой жизненный опыт. Я буду проводить диалоговые площадки, выслушивать проблемы людей, потом непосредственно обсуждать и выносить вопросы для обсуждения на Всебелорусском народном собрании. На столь высокой площадке мне выпала честь представлять интересы моего городообразующего предприятия, Открытого акционерного общества Полесье, на котором я работаю, также моей первичной организации, которая меня выдвинула, это Белорусский союз женщин. Хочу подчеркнуть, что именно наша организация является самой многочисленной в первом регионе. Также я буду представлять интересы города. Хочу сказать, что президент нам дал посыл в том и заверил, что мы непосредственно являемся участниками и создателями нашей новейшей истории, потому что непосредственно под слоганом Всебелорусское народное собрание проходило, как время выбрало нас. Я поражена масштабностью этого мероприятия. Я первый раз на таком мероприятии. Очень много медиа-людей встретила, очень много известных людей. Также я наблюдала именно за участниками, которые присутствовали в зале, и смотрела, что люди сидят небезразличные. И это очень важно, потому что собрался различный срез общества, и люди будут мыслить многовекторно. Каждый профессионал именно в своей области. Допустим, я как член общественного объединения «Белорусский союз женщин» вижу свою роль непосредственно в поддержании безопасности, в поддержании стабильности материнства и детства, в стабильности каждого ребенка, каждой семьи. И я как женщина, как руководитель, как мама, как дочь именно вижу в этом свою роль. Являясь членом счетной комиссии, я был избран. И при подсчете голосов вся счетная комиссия просто была удивлена, насколько единогласно глава государства был избран председателем Всебелорусского народного собрания. Также практически единогласно были все предложенные члены, выбраны и заместитель председателя. Про принятые документы я могу сказать, что вчера была принята военная доктрина и программа нашей национальной безопасности. В этих двух важных документах оговаривается то, что мы миролюбивая страна, и все, что мы делаем, мы делаем ради государства. Значит, основной еще такой момент, что мы не собираемся ни на кого нападать, но при угрозе нашей национальной безопасности, конечно, мы можем встать все под одно знамя и пойти на защиту нашего государства. Как сказал глава государства, время выбрало нас, это не просто слоган. Обратившись ко всем присутствующим на таком важном большом собрании, он обратился не просто к людям, ко всем, ко всему народу. Через нас, делегатов Всебелорусского собрания, он хотел донести, что при необходимости не только силовые структуры будут защищать границы и суверенитет Республики Беларусь, но и простой народ. В работе седьмого Всебелорусского народного собрания принимали участие и несколько сот приглашенных, в их числе и главный редактор нашей газеты «Пинский вестник» Анна Колодич. Благодаря Анне Викторовне в архивах всех членов пинской делегации в социальных сетях появились фотографии наших земляков в историческом, поистине эпохальном в истории Беларуси событии. Для меня, как для журналистов, было очень важно побывать в эпицентре, потому что, конечно же, когда ты наблюдаешь за этим по телевизору, либо со страниц газеты, это совсем другое ощущение. Ты не можешь в полной мере ощутить, насколько туда приходят люди патриотически настроенные, насколько они делятся своими интересными мыслями, потому что, ну, вы как журналист тоже понимаете, что не все идет в эфир, многое остается за кадром, вот, и это важно тоже почувствовать для того, чтобы потом передать. Чувствовалось сразу, что это новый статус данного мероприятия, что зародился новый, очень важный орган, который сам президент называет «Народные вечи». Данное мероприятие прошло под лозунгом или под названием «Время выбрало нас», и действительно люди, делегаты были очень воодушевлены, они это чувствовали. Я думаю, что все будет дело спориться, это будет точно новый орган, который не будет дублировать никак функции всех остальных и будут заниматься конкретными, важными делами. Ну и сейчас, на мой взгляд, очень важно пойти в коллективы, рассказать об этом, для того, чтобы это мероприятие не осталось исключительно во дворце республики, для того, чтобы оно коснулось каждого из нас и каждый понял, и каждый осознал это. Безусловно, на это уйдет какое-то время, но я думаю, что мы обязательно это осознаем и поймем, и оценим, что самое главное.